Сегодня мы поговорим про вывод видео в тренды ютуба и вы поймете, что скорее всего вам это не нужно, но подробнее обо всем. Как видеоролики попадают в тренды? Первое, с чего я хочу начать, это с цитаты сотрудника ютуб. Важно понимать следующее. Видео попадает в тренды, потому что канал популярен, но не наоборот. Чаще всего канал не становится популярным от того, что видео попадает в тренды. Это не столь простая фраза, она довольно глубокомысленная и в данном видео я постараюсь объяснить, почему именно так и как это работает. Итак, мы можем видеть тренды по категориям и общие тренды и дайджест трендов, в общем-то, за неделю, если мы зайдем на соответствующую вкладку в ютубе. Естественно, тренды у нас географически обособленные и разделены по регионам, по языкам, по странам, это понятно. Однако, очень часто мы можем видеть в трендах какие-то левые видеоролики, которые совершенно непонятно как туда попали. Либо видеоролики с небольших каналов, которые внезапно начинают набирать просмотры. И не только от популярных авторов. В то же время, есть видеоролики от популярных авторов, которые упорно в тренды не попадают. И здесь уже начинают говорить о руке Кремля, о кремлеботах и о том, что алгоритмы YouTube работают так, как это нужно отдельным съемам, отдельным персонажам и так далее. Где же правда? Давайте попробуем в этом разобраться. Как и почему видеоролик может попадать в тренды? Здесь учитывается огромное количество факторов. И один из первых и самых значимых это динамика трафика с момента публикации видеоролика. Помните, что наиболее важный период времени для видеоролика это первые часы и первые сутки с момента его публикации. В этот период времени алгоритмы наиболее тщательно присматриваются к видео и решают, в том числе, как его ранжировать, добавить ли его в похожее к тем или иным видеороликам, поставить ли его на главную страницу, каким зрителям его рекомендовать. В этот же период времени решается судьба попадания в тренды в том числе. Также важно удержание аудитории на видеоролике и суммарное время просмотра в минутах. Все это учитывается. Огромное количество факторов учитывается при попадании в тренды. Также и анализируется, так сказать, микроокружение. То есть, если, к примеру, в данный момент времени в данной тематике, в данной нише оказывается более-менее свободно, а у вас высокие показатели, то вы можете попасть в тренды. Что же касается количества просмотров за сутки или за час, цифры разнятся. Связано это с тем, что и микроокружение бывает разное. То есть, может быть, какие-то топы навыпускали роликов в плюс-минус той же тематике на том же языке, и вы не сможете обойти их, они попадут в тренды, а вы нет. И в лучшем случае вы как-нибудь сможете попасть к ним в похожие, либо на главную страницу к части их зрителей и набрать тоже какие-то просмотры без попадания в тренды. Но бывает и так, например, что при динамике 20 тысяч просмотров в сутки канал попадает в тренды, видеоролик его попадает в тренды и вполне себе может там провисеть какое-то время. Плюс, YouTube периодически проводит эксперименты, в том числе для новых креаторов. В частности, у YouTube была программа помощи новым креаторам, когда начинающим каналам, на которых буквально там тысяча подписчиков, давалась возможность попасть в тренды для того, чтобы оценить качество их контента и дать им толчок к развитию. Однако, по некоторым негласным результатам, данная программа не показала себя слишком уж успешной, опять же по тем причинам, которые были озвучены в начале видеоролика. Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда видеоролик попадает в эти самые тренды. Да, обычно такое видео набирает реально значительное количество просмотров. Речь идет о сотнях тысяч и миллионах просмотров. Однако, каков же бывает прирост подписчиков? Да, чаще всего он небольшой. То есть, ну, может добавиться там несколько десятков или несколько сотен подписчиков. Но речь не идет о том, что попадание в тренды как-то существенным образом меняет судьбу канала. То есть, после попадания в тренды канал не начинает внезапно развиваться более быстрыми темпами. Да, на одном видеоролике у него будет какое-то количество просмотров, большое. Но это не меняет дальнейшую судьбу канала, это не меняет то, как он будет ранжироваться, индексироваться Ютубом. И дальнейшие ролики далеко не факт, что будут набирать. Есть огромное количество каналов, у которых, например, один видеоролик попадал в тренды. И, например, на одном ролике миллион просмотров, а другие ролики чуть-чуть еле набирают несколько тысяч. Распространенное явление? Да. Причем как до попадания в тренды, так и после. Вполне себе такое бывает. Или когда на каком-то канале загружается вирусный хайповый ролик. Ну, например, там, не знаю, падение башенного крана, или там подрыв какого-нибудь здания, или какой-то резкий маневр самолета. Такое видео наберет огромное количество просмотров. Оно может вполне себе попасть в тренды, мы это можем видеть. Но другие видеоролики на канале могут иметь десятки или сотни просмотров. Все. Такой канал не развивается. И более того, подписчики данного канала останутся неактивными, если они придут с этого видеоролика. Потому что для того, чтобы оправдывать их ожидания, нужно создавать примерно такой же контент. Как вы понимаете, он не создается на пустом месте, нельзя поставить его на поток. Более того, если вы озаботитесь, создадите какой-то мега крутой видеоролик, чтобы привлечь людей, выведите ролик в тренды, то те подписчики, которые придут, они будут ожидать чего-то такого на постоянной основе. А потом, когда вы будете создавать ваши обычные видео, то они будут неактивны, эти подписчики, потому что эти видео не соответствуют их ожиданиям. И они не будут смотреть ролики. То есть подписчики будут просто, опять же, лежать количеством, но они не будут вовлечены, они не станут вашими постоянными зрителями. Важно это понимать. Многие, кстати, этого не понимают, что, во-первых, попадание в тренды, скорее всего, не привлечет вам достаточное количество подписчиков для развития канала. Во-вторых, что если вы выходите в тренды с каким-то вирусным роликом, то потом будет трудно оправдывать ожидания тех зрителей, которые посмотрят это видео и придут на основании его, станут подписчиками вашего канала. Многие этого не понимают. Далее, наверняка многих интересует, как же попадать в тренды. Здесь разнообразные варианты. От посева до платного продвижения, до продвижения через блогеров прямой рекламы. В общем-то, не суть важно, как вы обеспечите большой трафик и хорошую динамику трафика, но попасть в тренды можно. Есть каналы, которые попадали в тренды совершенно нечестным путем, когда они, например, на разных сайтах киношных, так скажем, где фильмы крутят, встраивали видеоролик либо в скрытый показ на странице воспроизведения, URL, там скрытый плеер был, либо в начале фильмов встраивали данный видеоролик, и поскольку, в общем, общий объем трафика довольно большой, на ролике получался тоже вполне себе приличный трафик с хорошей динамикой. Ролик попадал в тренды, выстреливал и так далее. Были целые сетки разного рода сайтов онлайн-кинотеатров, которые такие видео крутили и обеспечили выход в тренды. Есть более, так скажем, порядочные способы вывода в тренды. Это, например, заказ рекламы у видеоблогеров, прямая реклама, объемная, масштабная сразу. Либо это посев массовый, в том числе при помощи всем известных сервисов. Такое бывает, что срабатывает, и ролик может попасть в тренды, да. Есть даже сайты, которые предлагают вывод в тренды за определенную сумму, там что-то порядка от 30 тысяч рублей и более. Да, естественно, никто вам не может гарантировать попадание в тренды, поскольку условий и факторов, влияющих на это, достаточно много. И предсказать их поведение, предсказать их действия никто не берется. Если кто-то дает вам, так скажем, гарантированное попадание в тренды, то это манипуляция. Это важно понимать. Да, при соблюдении определенных условий есть высокая вероятность того, что видео попадет в тренды, но многие почему-то считают, что купить продвижение в тренды, это значит обеспечить каналу дальнейшее развитие и вывод его на новый уровень трафика, на новый уровень подписчиков и так далее. Это не так. Я надеюсь, что я достаточно детально объяснил это несколько ранее. Далее. По цене на самом деле это выходит довольно-таки дорого. И если вы эти же самые деньги потратите на органический, адекватный, целевой трафик, на продвижение вашего видеоролика при помощи прямой рекламы, либо через AdWords, на повышение качества вашего контента, обеспечите, например, хороший звук, красивую картинку, дополнительное оборудование для съемок более интересных сюжетов. Купите, может быть, лучше камеру, может быть, снимите новые интересные места какие-то, либо что-то, что давно хотели бы увидеть ваши подписчики, ваши зрители из целевой аудитории. То это даст намного больше эффект, чем именно само по себе попадание в тренды. И по совокупности вы, наверное, спросите, Дэн, почему ты отговариваешь нас попадать в тренды? Может, мы готовы эти 30 или 60 тысяч рублей потратить? Чего бы нет, зато видео будет, которое просмотрено, берет вполне себе. Кому это может быть реально полезно? Ну, есть, к примеру, инфобизнесмены, которые таким образом продвигают товару, услугу, продукт. Ну, например, продают майнинговые фермы, некоторые авторы соответствующих каналов, либо продают какие-то курсы, либо завлекают на мероприятия. Это может работать. Это вполне себе бывает эффективный метод в совокупности с другими методами. В частности, если поставить комментарий на премодерацию, пропускать только одобрительные, то общий, так скажем, фон эмоциональный, фон восприятия такого видео будет вполне благожелательным. Это поможет привлечь клиентов. Или какие-то специалисты, автокриминалисты, психологи и так далее тоже иногда используют такой прием для того, чтобы получать дополнительную аудиторию. Или в каких-то отдельных нишевых случаях, нишевых ситуациях, когда нужен хайп, когда есть какой-то скандал, когда вы хотите на всеобщее обозрение вывести какую-то ситуацию, в таком случае, может быть, это и стоит. Либо оказать давление на кого-то. Например, вы поругались с какой-нибудь компанией. Например, вы заказывали кухню. У производителя кухонь на заказ они вам ее сделали. Вы недовольны, вы с ними поссорились. И требуете возврат всей суммы, либо части суммы. И говорите, что у меня есть медиаресурс, мой канал, я вам такой пиар устрою, что вас больше никто не будет заказывать. И дальше вы делаете видеоролик, выводите его в тренды. На видеоролике огромное количество просмотров, там, комментарии, все. Если ролик сделан качественно, интересно, то вы можете снискать поддержку зрителей. И будет много лайков. И все скажут, да не охренели, вот чувак, тебя развели и так далее. Это может вполне себе сработать. Но это уже такие политические цели. Если же речь идет о развитии канала, о том, чтобы на постоянной основе получать больше просмотров, подписчиков и так далее, то попадание в тренды в большинстве ситуаций это не тот инструмент, который вам нужен. Это пустая трата денег. Я надеюсь, что вы поняли. И если ваши ролики попадали в тренды, то можете написать об этом в комментариях. Ну и если вы еще не поняли и думаете, а как же там всякий мусор в тренды попадает, так они покупают попадание. Они накручивают, да, они делают посев, нагоняют трафик через онлайн кинотеатры, через другие разные сервисы. Что это им дает? Ну представьте, там какой-нибудь ролик на каком-нибудь там казахском языке или что-нибудь такое попадает в русские тренды. Там какой-нибудь певец национальный или просто какой-то непонятный сюжет. Да не целевое это действие. Никто не будет подписываться, смотреть такие ролики. Да, видео в российских трендах. Окей. Да, на нем будет какое-то количество просмотров. Окей. Но удержание аудитории около нулевое. Подписчиков не прибавится. Канал развиваться не будет. Деньги выброшены? Выброшены. Попал ролик в тренды? Попал. Результат? Никакой результат. Очевидно? Очевидно. В общем, давайте обсуждать эту тему в комментариях. Спасибо за просмотр. С вами Коно Ден. Мы говорим про YouTube. Удачи, успехов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok